Человек каждый может, не зная, что ты обернешься и не знаешь, что с тобой будет. Что такое книга? Человек ищет в ней всегда ответы на свои вопросы. Мы будем рады, если хотя бы кто-нибудь из них в этих книгах найдет ответы на те вопросы, которые у него возникают. Человек не может предугадать, как сложится его судьба завтра, но может найти ответы на свои вопросы в книгах. В преддверии Международного женского дня Волгодонский пансионат для престарелых и инвалидов посетили представители комплексного социального центра для людей без определенного места жительства. Они передали множество книг для постояльцев пансионата, которые, по словам психолога КСЦ, помогут найти ответы на многие вопросы. Мы продолжаем нашу плодотворную содружество и работу с домом-интернатом и с его руководством, потому что наши постояльцы, как правило, поступают после окончания своих процедур у нас в это учреждение. У нас давнее сотрудничество плодотворное, как творческое, так и деловое. Мы привезли книжки им, чтобы тоже пополнить их библиотечный фонд, так как мы также стараемся отслеживать судьбы тех людей, которые побывали у нас, получили от нас услуги. Их вы сами видели здесь много, и они рады общению с нами. Мы стараемся такой некий социальный патронат, ну это так условно сказано, мы стараемся отслеживать судьбу, поддержать их, показать, что они не одни, и что они хорошие люди, и также мы о них думаем, и что они нужны нам и нашему обществу. Мы большую часть времени проводим на работе, мы уже в какой-то мере становимся родственниками, где-то спорим, где-то ругаемся, где-то помогаем друг другу. Мы стараемся перевести наши отношения из формальных, ближе к семейным дебам, чтобы человек оттаивал и находил себя в этой жизни, в нашем обществе. Постояльцы пансионата для престарелых с теплом отзываются о комплексном социальном центре и всегда встречают сотрудников с улыбкой и радостью. Для многих из них и КСЦ, и пансионат для престарелых стали семьей, которую они любят и очень берегут. Ирина рассказала, что ей повезло встретить на своем пути таких добрых людей, которые помогли встать на истинный для нее путь. Она с радостью навещает КСЦ и помогает проживающим в пансионате старикам. Они мне так помогли. Я была слепая. Мне сделали там Машенька есть, она училась в церкви, прихожанка в церкви. Она мне сделала две операции. Я сейчас вижу. КСЦ вспоминаю постоянно и забыть не могу. Здесь хорошо, хорошо. Директор золотая. Обожаю ее. Такие люди хорошие. Вообще, почаще было с такими. Прямо тут Господь мне послал людей, тех, которых я люблю, уважаю. Хорошие люди. Хорошие. Действительно помогли. Человек каждый может. Не знает, что ты обернешься и не знаешь, что с тобой будет. В этом я уже убедилась. Все бы мне раньше сказали, что я там буду в КСЦ, буду слепая. Ну, не знаю. Я бы, наверное, не поверила. Ну, так. Нормально. Вспоминаю. Вот это же, видите, постоянно закрыто, 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 закрыто. Ну, вот, Игорь Фатышев, я узнаю, если мы уже открыты, приедешь. Я постоянно к ним езжу. Ездила. Постоянно. Люблю их разговаривать с ними, общаться, узнавать, как они, что они. Нравятся они мне. Хорошие. И здесь прям, у директора, до какой степени умный человек. Прям везет на умных людей. Люблю я умных. И убираю, и читаю, и куча цветов, фиалки у меня, и поливаю, и удобряю, и пересаживаю, рассаживаю. Я всегда себе дело найду. Всегда. Я всегда занимаюсь, то концерты вот ходит, по магазинам хожу, ребятам помогаю, вот кто не может. Кто-то очень плохо ходит, кто-то слепой, кто-то просто еле-еле передвигается. Ну, как я не пойду, не куплю. Все ж мы люди, хотим что-то вкусненького поесть. Постояльцы пансионата для престарелых довольно разносторонние люди. Кто-то занимается живописью и украшает своими картинами комнату, кто-то, как Ирина, разводит цветы и помогает другим нуждающимся. Всех их объединяет одно увлечение – чтение книг. Теперь, благодаря КСЦ, постояльцы пансионата для престарелых будут еще больше проводить времени за чтением книг. И кто знает, быть может, книги помогут им найти ответы на все свои вопросы.